Глядя на участников игры эрудит, полных энергии и позитива, активных, ловко справляющихся с предложенными испытаниями, сложно представить, что они люди с ограниченными возможностями по зрению, которым приходится ежедневно испытывать трудности. Оптимисты по жизни, они спешат пробовать свои силы в спортивных и интеллектуальных конкурсах, проявляют себя в разных сферах деятельности. И очередное соревнование, в котором инвалидам по зрению нужно было продемонстрировать эрудицию и смекалку, еще раз доказало, для людей, у которых есть желание и цель, нет ничего невозможного. Игра всегда упорная, всегда очень серьезная, соревновательный характер обязательно присутствует, конкурсная такая основа. Ну а по результатам игры лучшие из лучших будут награждены грамотами, естественно, дипломами первой, второй и третьей степени и денежными премиями от областной организации. И еще диплом получит и денежную премию лучший игрок. Выигрывает кнопку команда Берестия. Брещанин Александр Сковородко не впервые принимает участие в такой игре. Мужчина является инвалидом по зрению уже 7 лет. Однако это не мешает ему развиваться интеллектуально. Он много читает, общается с такими же, как сам, увлекающимися людьми. Каждая победа на соревнованиях для него – стимул совершенствоваться дальше. Александр Сковородко имеет медицинское образование, стаж его работы в сфере здравоохранения – порядка 10 лет. За это время, как произносится сам мужчина, ему не приходилось испытывать каких-то неудобств. В коллективе его любят и уважают, а пациенты ценят за профессионализм. В свободное время инвалиду по зрению не приходится скучать всегда и с места любимому увлечению. Все зависит от человека. То есть, если ты сталкиваешься с какими-то тяжелыми жизненными обстоятельствами, ты должен все равно себя как-то направлять на что-то позитивное и работать над собой. То есть, продвигаться вперед, несмотря ни на что. То есть, ни в коей мере не должно влиять. Да, тяжело, да, в какой-то мере там может доставлять какие-то неудобства, но в целом, как бы, все зависит от человека. Такие мероприятия, как конкурс «Эрудит», дают возможность инвалидам по зрению раскрывать свои способности, увеличивать широту познаний, общаться с такими же людьми, как они. А потому берестейцы с года в год собираются в областном центре, чтобы с пользой провести время и, конечно, получить удовольствие. Основные цели, которые мы преследуем при проведении вот таких игр, это в первую очередь формировать у инвалидов по зрению членам нашей организации желаний, интерес к саморазвитию и самореализации. Конечно, вовлекать их в интеллектуальную познавательную деятельность, раскрыть максимально их интеллектуальный потенциал. Ну и, конечно, мы стараемся создать все условия для того, чтобы они на практике могли реализовать свои знания, умения, смекалку, находчивость, даже ловкость и сноровку. Ну и хочу еще отметить то, что, конечно, по результатам таких областных конкурсов, потом победители конкурсов таких у нас встречаются в упорной борьбе на республиканских соревнованиях. Проведение многочисленных мероприятий для инвалидов по зрению, работа представителей общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». На протяжении многих лет они делают все возможное для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества.